ребята всем привет угадайте страну потому как здесь получают багаж бережно нежно специально обученный человек ловит ваши чемоданы чтобы они не разбивались я не успел я включить камеру как мне тут же сделали замечание в этой стране нельзя нарушать правила и не мне показали на столбе написано нельзя снимать поэтому я не снимал очень ребята это япония токио не сказать чтобы спонтанно но мы не забронировали никакой отель потому что у нас через три дня начинается круиз поэтому сейчас будем смотреть как добраться до центра города грязи лучше всего это делать самое первое что вы должны знать приезжая в японию что здесь очень хорошо работает google maps заходите отбиваете отель который вам нужно и он показывает все возможные варианты как добраться до вашего отеля я показал несколько поездов такси на убери получилось порядка 200 долларов на поезде получилось 60 долларов за двоих причем очень круто что везде есть вот такие 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 информации где вы можете все узнать и вам легко и быстро подскажут путь куда вам нужно правильно идти как обычно зайцем прошла потому что она засунула место билета чек покажи как отличается билет от чека блин чек вообще такой же четкий как билет смотри с голограммы переливается просто билета маленький а чек длинный ничем не похоже на азию первое ощущение очень чисто пахнет как-то по-другому и прям кажется все супер современное при этом японцы трудоголики они работают по 12 часов в день и даже есть такая вещь когда японцы умирают на работе из-за того что они перерабатывают и самое страшное что в японии каждые две минуты и кто-то пытается покончить жизнь самоубийством то есть 300 тысяч попыток самоубийств в год представляете себе большой город очень многие живут в одиночку без без своих семей у них даже есть такие вещи как взять в аренду собаку взять в аренду жену ребенком это здесь очень развитый бизнес все можно заходить можно не увезли что за ними не смотреть вот так вот за ручку и залочить на свой пароль смотрите какой прикол трансформеры если вы едете компанией можете сделать вот так все ночи не спали ручки жестко вот что соберемся с силами чувак со свистком нафиг мне нравится они вот так вот стоят все чувак который на визу нас проверял он тоже так все эмоций нет просто пойдем они так много работают что эмоций просто нет дяденька классный вообще да они все такие мы запутались он нас ведет а вот стране просто сразу людей видно начинает с аэропорта как ты выходишь помог чемодан донести да да просто работники в метро ну вот такие анифиланские все хочется обменять обычно окей окей орегато ай хатико 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 Она каждый вечер его ждала, каждый день приходила на вокзал и встречала у своего хозяина. И многие люди ее знали и приносили ей еду. А когда она умерла, в Японии объявили трауэр и поставили вот этот памятник. Сразу, когда приезжаю в страну, я понимаю, понравится мне страна или нет. Буквально там за несколько минут. Бывает, что ошибаешься, но если вот в аэропорту все клево, встречаешься с первыми людьми, первые контакты. Кстати, в Кубазе очень модно в одинаковых ростах всем ходить, видите? Как в Корее, они полностью, мальчик и девочка, одеваются в одинаковые кроссовки, одинаковые куртки, одинаковые штаны, джинсы. Ребят, сейчас я вам покажу самый большой перекресток в мире. Чем удивительно, что этот перекресток можно переходить и по диагонали. Это очень прикольно, отличается очень резко от наших перекресток. Сказали, что в Токио, вообще в Японии, отели маленькие. Мы будем спать на двухраздневных караваде. Вау, вот это вид на миллион! Добро пожаловать в Токио. Тут фишки еще есть, хоп, и кабель даже. Та-дам! Что у нас здесь? Карамель, попкорн. Я видел японцы это все время пьют, что это такое интересно. Здесь есть free smartphone, бесплатный абсолютно. Ну вот стоит бесплатный смартфон. Можно им воспользоваться. Здесь есть шопинг, проводить водитель по городу. Пойдем сейчас в местный ресторан, который находится неподалеку. Друзья, я так детства любила Sailor Moon. Я просто с ума сходила от этого мультика. С этим иероклифом достаточно сложно, то есть написан ресторан. Вот так он выглядит, а оказывается, что это вот. Никогда в жизни не догадался, да? Идем кушать? Да. Серега Куваев порекомендовал. Живет в Японии уже 8 лет и снимает видосы. Сейчас мы с ним встретимся. Вау! Багу биф! Мы очень голодные. В Японии принято после работы, ну мы практически после работы, пока летели туда-сюда, уставшие, принято заказывать пиво сначала, а потом уже сакэ. Сервис классный, thank you. Ребят, всем привет! Сейчас мой влог будет без Александра Кондрашова. Я не могу вообще передать, насколько у меня трепетные, теплые ощущения внутри по отношению к Японии. С трапа самолета спускаешься и сразу все, все понятно. Люди сразу себя показывают и проявляют. Настолько они искренние какие-то. Они культурно воспитанные и при этом они очень искренне добрые, как он был в деревнях, знаешь, да, народ? Ребят, смотрите, это профессионал. Сейчас все кадры вот это, перебивочки всегда у меня Настя снимает. Тихо, не подождись только. Смотри. Так, смотрите, вот здесь. Отмечена часть, часть... Какую тебя пожарить, Настя? Я сама себя пожарю. Серьезно? Можно? Я возьму... Я возьму спину и возьму вот этот, мне кажется, самый жирный кусок, он тоже должен быть вкусный. Это... А, это с чего? Это вот живот. Я не успеваю фокусироваться. Это живот, смотрите, я беру. Знаете, чем отличается Вагу от обычного мяса? Тем, что коровам делают массаж и поят их пивом. На самом деле, я в это не особо верю, но поедем с вами в город Кобе, где обязательно постараемся сходить на ферму и посмотреть, действительно ли это так или нет. У нас оттуда круиз как раз уходит, и я надеюсь, что мы на день раньше приедем и все это дело посмотрим. Мне кажется, она должна очень быстро готовиться, по минуте буквально, да, вот смотрите, я уже переворачиваю. Я вот это тоже. Вот, мне кажется, дольше не надо. Дальше мы берем соевый соус. Я буду вот эту вот шесть. Это мои два кусочка. Нет, это один кусок. Нет, мои два. Давайте попробуем, что же тут такое. Мммм. Настюк, ты такого не ела. Я думаю, что достаточно, да? Да, не сильно не надо. Вера, ну как? Надо понять. Ну, я не могу сказать, что я такого не ела. Мясо и мясо. Можно знать, что с жиром есть, потому что с жиром очень вкусно. Я попробую с жиром. Посмотри. Та же самая часть, только с жиром. Ну, такие прожилочки. То есть каждый кусок окрашен по-разному. Смотри вот на этот кусок. Ммм. Ммм. Как. Как оказалось, самое не жирное. Ммм. Саша, я его просто перешешу сушимом. Вот я вот этот кусок сделала, а мягкое получилось. Слушай, жирное, намного вкуснее, кстати. Ммм. Ммм. Как просто вкусно. В общем, ребята, если вы любите мясо, обязательно приходите в этот ресторан. Вы поймете, что такое вкусная говядина. Поначалу будет казаться, типа, с кровью, чего? Да-да, обязательно очень быстро. Ни в коем случае. Вот я первый кусок перец жарила, и вот как раз получилось мясо, которое мы всегда кушаем дома. 11000х, они 15000ех. Бхху, таких. 1026 захв gerek. 1146 долларов. Но, мы поели дорого, но мы поели деликатес. Это очень дорогой деликатес. То есть в Америке мы покупали, по-моему, один стейк стоить 100 долларов. То есть он очень дорого стоит, в Японии это мясо более доступно. И это деликатес, который в России, я не знаю вообще, есть ли где-то. Здесь можно взять домашних животных в аренду. А вот цены, кстати. А, этих продают, походу. Настя, вот этого хочешь? Давай, он к тебе хочет. А этот, смотри, какой хороший. Давай, смотрите, на 12 часов его стоит 240 долларов взять. Смотри сюда. Привет, Рома. Рома сказал зайти в Супринг Японию обязательно. Рома во Франции в Париже 3 часа в очереди в этот магазин стоял. Здесь тоже есть. Ребята, я встретился с самым японским русским блогером Серёгой. У Серёги, кстати, большой канал, я вам уже показывал. Мы сейчас находимся на самом большом перекрёстке в мире. Я правильно говорю, да? Ну, в принципе, да. И по нему одновременно проходит 2000 человек. Серёга, скажи, как ты вообще сюда попал и как тебе занесло в Японию? Я приехал 8 лет назад просто поучить японский язык. Но это была, конечно, моя мечта поехать в Японию. Но приехал поучиться, решил не возвращаться. И с тех пор живу здесь. Работаю актёром и блогером. А скажи, куда мы сейчас едем? Что это за район? То есть мы находимся в самом центре, да? И куда-то сейчас уезжаем? Да, мы находимся на Шибе. Мы здесь уже, в принципе, посмотрели вечернюю жизнь. То есть мы едем на Сиджику во второй центр токийской ночной жизни. Более такие, более мероприятия какие-то для взрослых, наверное. То есть там рамка красок фонарей. А познакоми меня. Это твоя девушка или подруга? Не-не-не. Алина Рин – это тоже стример. Коллега по цеху. Это коллега по цеху? Алина, привет. Расскажи, чем занимаешься? Я стример, компьютерные игры стримлю. У тебя сколько подписчиков? 260 тысяч, чуть побольше. Мы объясняем вновь привыкшим туристам, как купить хорошо. Че смотришь? Че зыришь? Лайк поставь. Что это, Саш? Это гейм-центр. Японцы очень любят играть в игровые автоматы. При этом в них практически невозможно выиграть. И что ты хочешь там сделать? Выходи в сфоткутся пойти, пойдем. Как они работают вообще? Настя, за широкую часть хватай. Не играйте в это, я лично проверила. Ты все проиграла? Да. Знаешь, ну как так? Ты еще иен. Ты еще иен проиграла. А выглядит так, как будто бы изи вообще. А вот известный робот-ресторан. Ресторан роботов. Нет. Вот он. Ребята, пришли в район, который называется Golden Guy. Здесь очень много баров. Чем район уникален? Тем, что бары на маленькое количество людей. То есть в нем может сидеть 2-3 человека. Люди все время заходят по маленькому дринку и идут дальше. Соответственно здесь все бухие. Прикольно именно то, что как бы вот так мало людей. Классно. Все местные японцы, молодежь вся, ну и взрослые в том числе, очень классно одеты. То есть все на супреме, на каких-то крутых кроссах. Все модные. В основном, у всех, кто только приезжает в Японию, им кажется, что здесь очень все модные одеваются, все на стиле, все такие уникальные. На самом деле, когда поживешь подольше, когда уже у тебя глаз уже отлетается, ты уже понимаешь, что в основном японки одеты в мышковатую одежду, которая вообще никак не подчеркивает фигуру. И все одеты очень однообразно. Ладно, давай, какие минусы жизни в Японии? Вот самые большие, на твой взгляд. Ты 8 лет прожил, по-любому знаешь. Для меня никаких минусов, кроме аллергии. Вот как раз о котором мы сейчас говорили, то, что аллергия 2 месяца идет. То, что из носа постоянно течет. И, в принципе, ну и все. Ну, жилье, жизнь довольно дорогая. Ребят, вы что здесь редко бываете? Я здесь редко бываю, да. Это вот такая станция, на которой много стриптиза, проституток, грязи. Наша тема. А вообще, как в Японии с воровством? Нормально все. Нормально? Практически нет. Если ты сумку оставишь в машине с прозрачным стеклом, разобьют окно? Нет. Нет? И еще хочу вам, знаете, что рассказать? Здесь продают женские трусы. Да, но очень редко, на самом деле. Ношеные женские трусы. Да, причем ценятся именно трусы школьниц. Давайте Сергей сегодня снимал на эту тему репортаж по поводу того, что в Японии секса, по-моему, нет почти. Здесь нет секса, да? И как тебе живется? Нет, у кого нет. Секс есть у того, кто хочет его получить. Слушай, подожди. А вот европейский мужчина пользуется у Японок сексом? Конечно. То есть как бы ты вообще... Бледнолицый? Конечно пользуется, естественно. Сегодня мы с Алиной обсуждали про глубину влагалища. Я сказал, что не отличается. Не отличается? Хорошо. А... Нет, ну вообще именно по темпераменту, по запаху, там, знаешь... Ну, как Японки, они более покладистые. Они ждут от тебя инициативы. Даже они менее инициативные, чем... Да, они... Но зато они более отзывчивые, наверное. То есть... Ну, не все, конечно. Потому что они не привыкли к Ласке. Настоящей. Они не знают вкус настоящего мужчины, понимаешь? И было знакомство с тобой. Пропиарился нормально сейчас. Нет, на самом деле... Все-таки в описании. Я могу сказать, что практически каждая Японка, которая со мной, она, ну, практически детственности лишается. Даже если у нее до этого были физические контакты. У меня сразу такая потом, он думает, ну, блин... И очередь у меня устарит того, как следующее утро. Да нет, я не пиарист, но по факту на самом деле, да. У меня общались с девушкой 30-летней. Она говорит, я встречаюсь с парнем год, но у нас уже 4 месяца нет секса. Почему? Потому что он не хочет, как бы, у него не встает, или он стесняется, но они продолжают встречаться. Я говорю, ну как, как ты, нормально? Он говорит, нет, я хочу, ну, хочу физической близости, как бы, жду своего шанса. Ну, кстати, это же мороженое японское, ребята. Это самое вкусное мороженое, которое я когда-либо ела. Оно как жвачка жуется. А-а-а! Ну, это еще самое простое, еще кокосовое всякое, там, молоча. Тесто. Мороженое в тесте. Рисовое. Рисовое. да, она будет в японской школьной форме. Лучше японского полицейского я куплю. А-а-а! Да, кстати, тоже прикольно. Смотрите, какое такси прикольное в Японии. 25 долларов за 7 минут езды. Очень доброе. Ну, очень и уже любил 100 минут. Какая красотень. Надо выключить свет. здесь кнопочка ночной токио